Здравствуйте, дорогие детишки, девчонки и мальчишки! Хоть старты, хоть млад, а всё равно в душе все мы дети, да и выдумку верить любим. Сегодня хочу прочитать вам сказку нашего северного писателя, настоящего поморского выдумщика и сказочника Степана Писахова, который известен историями из жизни поморов. Уж правда эта или выдумка решать только вам. Итак, сказка «Северно сияние». Летом у нас круглые сутки светло, мы не спим, днем работаем, а ночь гулям, да с оленями перегонки бегом. А с осенью в сенье готовимся, в северное сияние сушим. С первого начала-то оно не столь высоко светит. Бабы да девки с бани дергают, а рубята с заборов. Надергивают, эй, киохапки! Оно что, дернешь, вниз головой опрокинешь? Тухнет. Мы пучками свяжем, на подволоку повесим и висит на подволоке. Не сохнет, не дохнет. Только летом свет терят. Да летом и не под нужду, а к темному-то времени опять оживается. А зимой, в другой раз в избе, жарко, душно, не продохнуть, носом не провернуть. А дверь открывать нельзя. На улице мороз щелка. Возьмем северное сияние, теплой водичкой смочим и завяжем. И светло так горит, и воздух очищат, и пахнет хорошо. Девки у нас, модницы, выдумщицы, Северное сияние в косах носят, как месяц светит. Да еще и сияние звезд наплетут на лоб на цепи. Страсть, сколько красиво, просто андели. Про наших девок в песнях пели. У зари, у зореньки, много ясных звезд, А в деревне уймы, им и счету нет. Девки по деревне пойдут, Вся деревня вызвездит. Вот наша сказка и к концу подошла. Как говорил сам Степан Писахов, Что не скажу, все правда, А коль не люба, не слушай. Ну, а если сказка пришлась вам по вкусу, Да по настроению, то приглашаем мы вас В нашу библиотеку имени Федора Абрамова, Где найдете для себя много интересной литературы На любой вкус и цвет, В том числе и сказки Степана Писахова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!